Славься Бог Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». В наше время многие сетуют на то, что наступил период духовного оскудения. При этом имеется в виду, что очень мало осталось святых прозорливых старцев. Тем не менее, в нашем городе Одессе еще четыре года назад жил поистине духоносный старец-схиархимандрит Иона Игнатенко. Об этом, в Великом Божьем угоднике, мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласилась родная дочь отца Ионы, Надежда Владимировна Цвигун. Христос Воскресе! Надежда Владимировна! Поистину Воскресе! Надежда Владимировна, расскажите, пожалуйста, о том, каким было происхождение вашего папы. Папа родился в Кировоградской области Бобринецкого района. Он был девятым ребенком в семье. Семья состояла из девяти детей и мамы и папы. Мама и папа у них очень трудились, работали, очень работали много. Старшие дети тоже участвовали в работе. Кто полол там, в огороде пололи, пропалывали. Кто уже косил постарше были, косили уже траву для скота, для хозяйства. Володя еще был маленький. Он еще в 25-м году родился. Еще был маленький. Но пришло время, в 30-е годы, и их хотели раскулачивать. Потому что у них была лошадка, там корова. В общем, посчитали, что... Но они не учли, что у них было девять душ детей. И решили, что они богатые, что их нужно раскулачивать. И вот в одну ночь человек пришел, предупредил, что они в списке раскулачивания. Они собрались и уехали. Со временем они добрались до Грузии. И там уже папа вырос до взрослого возраста. До 18-20 лет, где-то так. В Грузии, когда война началась, ему было 15 лет. И ему дали бронь и послали его на нефтепромысел. Он рассказывал, что работали они очень тяжело. По 15, по 18 часов иногда даже спали. Кушать давали хлебушек, кусочек хлебушка. Больше ничего не давали. Может быть, воды там. Так что вот так у него было очень тяжелое, как говорят, и детство, и юность. В тот период он еще был, наверное, далек от церкви. Ну, нет, родители были верующие. Они тогда, они же... Он же ходил в школу, он закончил буквально два или три класса. И, ну, естественно, в советское время была пропаганда велась против церкви, против всего. Но и папа с мамой говорили, что не нужно верить учительнице, допустим, что она вот говорит, что нет Бога, что... А говорит, не верьте. Говорит, нужно знать, что Бог есть, и что нужно верить Богу. Прошло время, батюшка потом понял, что да, это действительно прошла его молодость. И в сорок, после сорока лет, ему уже открылось, что да, и он может, как говорится, сам прикоснуться к вере. Сам может... Это ему все было уже открыто. И когда он начал уезжать в разные города по всему Союзу, и он был и в Грузии был, по святым местам ездил, и кругом по всему. И в России, и на Украине часто тоже. Некоторые в Киеве он был, в Киево-Печерской лавре. И кругом. И в Почаеве он был. И когда он был в Почаеве, ему Матерь Божья открыла, что он должен идти в эту церковь и должен там остаться. То есть он должен пойти в монастырь. Он приехал домой и говорит. А он сам, когда... Сам он, значит, искал эту церковь, искал, ездил по всей Украине, искал именно церковь, колокольню. Там вот как раз Свято-Никольская колокольня, там маленький Свято-Никольский храм в мужском монастыре в Успенском. И там вот эта колокольня, вот ему и показала Матерь Божья. И вот он искал, искал из города в город, в город ездил, смотрел, и все не мог найти. И когда он начал подходить к мужскому монастырю, в Успенском, он узнал эту колокольню, он узнал, что именно в этом монастыре ему Матерь Божья готовала пребывание там. И он приехал домой в 70-м году и сказал, что он уезжает в монастырь. Уходит в монастырь. Мама, как это так? Ты просто так уходишь? Кто тебя там ждет, куда ты идешь? Он говорит, меня принимают в Одессе, в Свято-Успенский монастырь. И я ухожу из семьи. И вот он в 70-м году собрался, уехал. А когда приезжал домой, он все время что-то привозил, что-то привозил камушки, привозил такие, два полена привез. Одно полено кипарисовое, одно полено кедр. И он эти два полена, мама спрашивает, что это такое? Он говорит, Аннушка, вот из таких деревьев был сделан крест Господа нашего. Ну, я, говорит, третье дерево не нашел. Только два нашел. И он эти два полена положил на пол и лег. И он вот все время больше, он не ложился на диванчик, там у него был маленький, он не ложился больше на тот диван, он ложился на пол и ставил эти два полена себе под голову. Вот так вот он молился, очень сильно молился, иногда всю ночь молится, утром выходит из маленькой комнатки, он занял детскую, выходит, у него кровь течет. А мама говорит, а ты что такое? Он говорит, а я поклоны бил, Аннушка, поклоны бил до крови. Но это я не чувствую. Он говорит, а тут тебе же кровь уже идет, то что ж ты поклоны? Ну, так было ему дано. Так что вот так вот он ушел из семьи и основался в Одесском мужском монастыре Свято-Успенском. Поначалу его, конечно, он сказал, что его приняли, но когда он приехал, они его сначала не принимали, целый год он где-то был, то жил на квартире где-то рядышком с храмом, то потом ушел и вырыл себе такую земляночку на берегу моря под монастырем и жил там, земляночке. А потом его уже приняли, потом его приняли уже и прописали там уже все, как говорится, полностью. Он на следующий год приехал, в 71-м году он приехал, снялся с учета, выписался и сказал, меня принимают, прописывают там, говорят, все, я уезжаю. Так больше он в Молдавию не приезжал больше, никогда. Вот. Когда-то мы были в Грузии, есть там такое курортное место, Новый Афон. Мы с ним вечером ходили, гуляли по этому Новому Афону, он говорит, я бы так хотел на Афон, а я что-то маленькая была, я не понимала. Говорю, папа, ну ты же на Афоне. Он говорит, нет, на Афон, там гора, гора святая, есть, и туда я бы хотел очень попасть. Ну, не знаю, наверное, никогда не попаду. А в Иерусалим, даже я и не мечтаю, в Иерусалим, чтобы попасть, это, говорит, вообще. А я почему-то с детской наивностью говорю, да будешь ты в Иерусалиме, на Афоне, как-то так по-детски. А он говорит, ой, Наденька, это очень сложно, это такая святость, это такая святость, что не знаю, когда я удостоюсь ли я когда-то. Ну, вот, слава Богу, он удостоился быть и на Афоне, и в Иерусалиме сколько раз он был, и на горе Синае, подым на гору Синае подымался шесть или восемь раз, он рассказывал. Так что удостоился, батюшка, такой святости, чтобы побыть на таких святых землях. Скажите, а кем отец Иона был в мирской жизни? Он, после того, как закончилась война, он окончил ФСУ и уехал, уехал в Молдавию. Он трактор знал, как свои пять пальцев, как говорят. Мотор умел разобрать, собрать, он вообще очень хорошо вводил, работал. И он приехал в Молдавию и начал работать в Бельцах на сахарном заводе. У него была такая тракторная лопата, ну, как говорится, трактор с такой лопатой. Он поднимал эту свеклу и складывал в кагат ее. А потом они отгружали ее уже в вагоны и вагоны уже отгружались уже в завод. Уезжали в завод и в заводе они там разгружались. Потом его командировали на станцию Пелени на свеклопунт к маме туда. Мама работала заведующим свеклопунтом и его командировали туда. И так они познакомились и так они начали вместе жить. Он был очень хорошим трактористом. Он все знал, все умел и водил хорошо. И никаких аварий, ничего не случалось никогда у него. так что вот так он работал трактористом. Ну и ваша мама была ему подстать, если ей дали орден Трудового Красного Знамени? ей потом дали уже орден Трудового Красного Знамени. Ну она проработала почти, считайте, что почти 50 лет. Она проработала на одном месте, как говорится, при временном пребывании. Временном вас определяют временно, но оказалось, что на всю оставшуюся жизнь. И так она ушла и на пенсию с того места уже. Но когда папа уехал, нам построили дом красивый, большой дом. Но когда папа уехал в 70-м году, мама попросила квартиру в другом месте, в Александренском сахарном заводе. поселок Беруинца называется. То есть Победа. Поселок Победа по-русски. Но она просто боялась там жить, дом большой. Нас окружало поле. Рядом были соседи, но где-то с полкилометра те, с полкилометра эти. Так что мы жили в основном одни. Мама очень боялась. и мы переехали в поселок. И тогда батюшка уже в 71-м году когда приехал выпей свой сон, он уже приехал к нам. У нас уже была квартира. Маме дали квартиру, на квартире жили. Он очень был огорчен. Конечно, чушь, вы уехали, там такой дом хороший. Мама говорит, я боюсь там лыка, хата, боюсь. Со временем все это прошло. Мы приезжали с мамой к батюшке сюда. Мы приезжали в Одессу, отдыхали, приходили в мужской монастырь, спрашивали. Он так, Владимир пока и был, пока его потом не переименовали. А мама спрашивала. Тут послушник Владимир есть. Они говорят, поищите там где-то. Там есть маленький домик, там слышите, говорит, стучит мотор. Оказывается, что батюшка, когда там узнали в монастыре, что он умеет обращаться с моторами, так, что его определили, раньше у них же было свой свет был, и своя вода, свою воду они качали и свет вырабатывали свой. И поэтому батюшка уже был на тех моторах, которые были в монастыре. Мама, когда мы приехали, мама говорит, и шо ж ты, коже втик, куда ты втик, снова сидишь в моторах. Не в тракторах, а батюшке моторах. А он говорит, ну так, Аннушка, меня сюда определили, значит, надо послушание выполнять. То есть, потом со временем другую работу давали, батюшка, потом косили, они все лето косили траву, и батюшка всегда, вот уже люди, когда начали к нему обращаться, с вопросами, он всегда помогал, всегда отвечал на вопросы, всегда. И говорит, ну, идем косить траву, и там я вам все расскажу, все объясню. И вот он набирал бригаду, и они всегда, всегда люди с радостью шли с ним, косили траву, и он им там и объяснял там, как говорится, смысл жизни. Вот. И всегда он с ними, всегда был в общении с людьми. Конечно, руководство, может быть, это было немножко поначалу непонятно, потому что монах, он должен быть монахом, он должен меньше говорить, как говорят. Но батюшка так смирялся, давали ему другие задания, переводили его из келью в келью. Ну, ничего, смирялся, все это он переносил со смирением, с пониманием. Потом он уже начал и дальше уже работать с людьми. Все равно он общался с людьми, все равно люди его спрашивали, все равно люди с ним общались, и как, очень желали с ним пообщаться. он и в миру был общительный, он привез как-то парня, говорит, Аннушка, его надо покормить, он в общежитии живет, такой бедный мальчик, он голодный, его надо покормить, а мама говорит, а ты будешь привозить мне каждый день, и я буду их кормить. Он говорит, Аннушка, ну надо, ну что ты, говорит, что нам, не хватает, у нас же все есть, у нас действительно все было. Когда он ходил из села в село, в храм заходил, в церковь, другое село, у нас недалеко было село, староверов, и ему очень понравилось, что там женщины строго ходят, в платочках, в юбках, то есть очень все, и они очень строго, значит, мужчины с бородами. Приходил пару раз туда, в церковь, но он понимал, что, как говорится, это не его, но ему это нравилось, что, говорит, мне понравилось, что вот, жизнь, женщины там, говорит, слушают мужей, он говорил, да, я тебя тоже слушаю. Мама была старше по званию, как говорят, так что, ну и, вы знаете, и даже тогда, даже тогда люди его прозвали Святой Владимир. Люди чувствовали, что с этим человеком что-то, может произойти другое, что он может какое-то другое положение может занять в этом мире, потому что все удивлялись, он набирал полные карманы конфет, люди стояли, ждали его в село, на это село, на окраине село, дети прибегали, идет Святой Владимир, в церковь идет Святой Владимир, он к каждому вытаскивает, на тебе конфеты, старенькие, маленькие, молодые, взрослые, выходили, и он им всем, всем, всем угощал, вот так батюшка все свое, остальное житие, он тоже всех всегда угощал, он никогда, допустим, кто-то что-то принес, он не брал в карман себе и, как говорится, зажимал, он только что, она говорит, батюшка, что же я для вас принесла, он говорит, да-да-да, голубушка, да-да-да, он берет, тут же раздает людям, тут же люди получают благодать от батюшки, буквально на ровном месте, как говорили, так что, вот так, он всегда, всегда был, он очень добрый был, никогда, они, вообще родители меня никогда не ругали, не били, не били, это вообще никогда не били, вот, что я выросла таким своевольным товарищем, своевольная девочка, ну, ничего, слава богу, смиряюсь, тоже уже потихонечку становлюсь более, более-менее такая, вот, когда мы, когда мне упокоилась мама, мы начали приезжать к батюшке, приехала ему сказать, потому что потерялась связь немножечко, пару лет, и я не знала, где он, или в Одессе, или его там куда-то отсылали, в Александрук, или куда, в общем, он был года три там, а потом он вернулся опять в Одессу, я написала письмо, что вот так и так, и я его, как бы, хочу знать, он в Одессе опять или у них, мне батушка ответила, что он вернулся в Одессу, он опять в Одессе, так что, говорит, вы можете туда поехать, и вот, когда мама у меня упокоилась, в 94-м году мы начали, мы приехали к батюшке, ребенку моему было 9 лет, и все, и мы начали приезжать, приезжать, каждый год приезжали, и последний раз я с ним виделась в августе 2012 года, он был уже слабенький, лежал уже в постели, был очень слабенький, и когда я ехала домой, мы очень прощались, тяжело, конечно, когда я ехала домой уже в Молдавии, в Молдавии, утром, 6 часов, 6, может быть, начало 7-го, мы уже почти, что подъезжали к бельцам, было поле, я смотрю, я так в окно посмотрела, из автобуса, там много-много аистов, поле целое, аистов, вот они что-то там клюют, что-то там ходят, и вдруг один аист, представляете, из всей массы один аист поднялся и улетел, а у меня мысль такая, сразу прошла, батюшка, наверное, упокоится, он был очень слабенький, я думаю, боже, батюшка, наверное, упокоится, представляете, из такой массы, я когда увидела эту массу на похоронах, на, я сразу вспомнила этих аистs, все черные, все черные, вы представляете, из всей массы, он взлетел, и улетел один аист, было очень много народа, на похоронах, очень много народа, очень красиво хоронили, батюшку, ну, подостоинствую, я думаю, так, конечно, вне всякого сомнения, я хотел, знаете, какой вопрос, еще вам задать, вот я был духовным чадом, отца Ионы, на протяжении 20 лет, и меня всегда удивляло, что вот за все эти годы, я ни разу не видел его, в состоянии, какого-то раздражения, или, какого-то осуждения, или чтобы он какой-то проявил, зависть, или вообще, какую-либо страсть, или какую-то злобу, или что-то было, Да, он был всегда какой-то такой спокойный, умиротворенный, молитвенный, вот он был таким и до пострига, или это стало все-таки монашеским его достижением? Ну, как говорят, человек рождается с тем, с чем он рождается, и он ведет эту линию всю жизнь, он был и дома хорошим, добрым, я же говорю, они, родители меня никогда не ругали, не били, не били вообще никогда, но я говорю, что он, видимо, как говорится, с тем, что он пополнил свое духовное такое состояние души, что он мог смиряться со всем, и он в душе, как говорится, он молился, и Господь ему давал вот это равномерное такое состояние, никогда не сильно не волноваться, сильно никогда не было у него такого, я тоже вот замечала, я тоже думаю, видите, как они там, столько людей, сколько все кричат, все, каждый просит, батюшка, вот это, вот у меня тот, у меня тот, он с каждым, каждому отвечает, то, что ему нужно знать, что ему нужно слышать, он каждому отвечал, помнил имена, я думаю, помнил имена, говорит, приехал, говорит, Василий, говорит, приехал, допустим, там, или, да, знаете, я этому удивлялась, думаю, как в такие годы, он помнит все, он помнит каждого человека, который хотя бы раз был у него, и он с ним беседовал, да, он, может быть, уже больше приобрел уже с молитвами, к которым он обращался к Господу, и Господь ему дал, это такая сила, это так, я вот приехала, походила в храм утром, вечером, утром, вечером, три недели, знаете, я устала, я часто говорю, я устала, мне тяжело, я потом вспоминала, а как же батюшка, он же и день, и ночь, и на правила, идем, идем на правила, вечером, после такого бурного дня, после такого этого всего, идем на правила, понимаете, он уже смирялся, у него было такое, настолько смирение, это все было, он смирялся и по другим, как мне потом рассказывают, конечно, это по другим источникам, потому что не всем все угодишко, не всем угодно было это все, но ничего, слава богу, батюшка выдержал все, с достоинством, он никогда не стонал, когда он лежал, это вообще, приходило, как он может вот это все терпеть, как может человек, вот эта болезнь терпеть, вот и столько, знаете, лежит, смиренно так, ничего, не стонет, не говорит, что, ой, меня там болит, ой, мне, вы мне уже, вот, нет, он этого никогда в жизни не говорил, что кто-то ему надоел, или кто-то не так, или кто-то его не, никогда он этого не говорил, никогда, так что, видимо, это все, плюс, как говорится, его характер, добродушный, хороший, такой, смиренный характер, плюс, то, что он приобрел уже в монашеской жизни. Спасибо Господи, Надежда Владимировна, за очень интересную, содержательную беседу. Я думаю, что в следующей программе мы обязательно продолжим разговор о вашем папе, о нашем великом старце, отце Ионе. Спасибо вам большое, что пригласили меня рассказать несколько слов, потому что, ну да, у меня в памяти все это пока остается. Спасибо Господи. Моей памяти. Спасибо Господи. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся, желаем помощи Божией и Ангела-Хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова